Ну вот я и решился купить кофр для квадроцикла в качестве подарка сей квадроцикла на Новый год. С точки зрения жены вещь абсолютно бесполезная, но тем не менее удалось ее уговорить. Долго я ходил вокруг да около. Из вариантов изначально рассматривал ГКА-8050, либо был Годзилла-8050, то есть они по форм-фактору очень похожи. Но вот в этих местах у них такие длинные выступы, которые не дают закрепить на квадроцикле без демонтажа ручек. Квадроцикл CF500 Basic, вот у них очень удобно идут сзади ручки, за которые, как и взрослые, так и дети могут держаться, когда сидят сзади. Вот. И вот как раз у ГКА и Годзиллы, вот этот вот, ну кто видел, тот знает, нет вот этого скоса, они идут плоско, выступают далеко. И поэтому приходится демонтировать, либо умудрить скреплением ручек. В общем-то, как он выглядит со всех сторон. Специально в салоне сразу примерил на квадроцикл, и оказалось очень нормально. И вот это место вплотную прилегает к спинке, к задней спинке. Что еще можно сказать? Ну, на ощупь достаточно приятный. А, снаружи сразу. Когда будете выбирать, обращайте внимание на вот эти места. Здесь такие вставлены заглушечки. Судя по всему, это монтаж, направляющий монтаж шасси для открывания петли. Так вот, я не знаю, из-за чего там сверление. Как, может быть, сверлили не очень аккуратно, либо неправильно заглушечку подобрали. То есть, она не очень герметично сидит, и теоретически вот здесь вот может попадать в дождь. То есть, ну, лучше, наверное, что я сделаю, я на герметик здесь посажу, либо подберу какую-то другую заглушечку ближе к лету. Вот как он выглядит снизу. Для жесткости, наверное, вот эти места сделаны, чтобы дно не гуляло. В общем-то, дно достаточно жестко сделано. Внутри... Так, фонарик у него не было, конечно. Набор... Крикежа. Крикежу такие вот пластины, просто металлические. Две пластины с приваренными гайками. Четыре скобы для крепления к багажнику вокруг труб. Винты, гайки, шайбы. Всё это есть. Инструкция. Как выглядит инструкция. Кстати, вот подписано, что штормовский. То есть, он оригинальный. Что интересно, вот есть такой очень похожий по формату штормовский, но он такой более рубленый. У него спереди нету вот таких закруглений, просто вот так вот, как он, такими углами. На сайте шторма у них есть. Вот мне он не понравился просто, как выглядит. И вот в этом месте у них ощущение, что как бы внутрь завалено. Может быть, это на фотографии так казалось, не знаю. Но вот он мне внешне не так понравился. Вот артикул изделия. Перечислено, на какие он подходит. Примерил я в магазине. Реально встаёт хорошо. Мне понравился. Если он будет так заслужить, как он встаёт. Вот здесь обозначено, как закреплять. То есть, четыре скобочки. И по диагонали вот эти пластинки металлические дно. У него вот такие вот выпуклости, они наверх. Мне кажется, на камере передаёт. Вот вид, да? Это вот эти выпуклости, они наверх смотрят. Наверное, хорошо бы сюда положить такую, типа, столешницу, не столешницу. То есть, плоскость для того, чтобы если влага будет попадать, чтобы вещи были на некотором расстоянии, опирались на эти штучки. Сливного отверстия никакого нет. Кстати, это вот бонус, не знаю от кого, от салона или от мастеров, кто кейс сделал. Кофр. Это тоже культура производства. Могли бы вот этот весь вытряхнуть. Неужели как бы так сложно сделать одно движение, перевернуть это всё вытряхнуть? То есть, оно не проблема. Понятно дело, что никто не надломится от того, что покупатель это дело перетряхнет, перевернет. Вот, на мой взгляд, вот этот тут хлам за 11500 можно было бы не оставлять. Упаковщик от 09.03.2016. Так, что ещё сказать? А, давайте снизу посмотрим. Я его сейчас переверну и посмотрим, есть ли там отметки под места крепления. Кстати, вот обратите внимание. Швов внутри никаких нету. Всё очень гладенько. Я не знаю, как оно, на какую толщину проварено, склеено, там, какой технологии, но внутри ни одного шовчика нету. Вот я вот так вот сделаю. То есть, никаких швов внутри... Вот я вот этих имею ввиду, да, вот он, идёт шов. Вот внутри его нету. То есть, внутри всё гладенько, аккуратненько. Ну и на вид пластик выглядит достаточно прочно. Не знаю, как, опять-таки говорю, никаких отзывов, ничего нету. И трудно сказать, насколько они популярны, именно эти кофры. Лето покажет. Выбирал из двух экземпляров. Посмотрел там по всем швам. То есть, нижняя часть, она однослойная. Верхняя крышка, она состоит из двух частей, как бы. То есть, она внутри полая. Возвращаясь к петлям. Вот здесь вот на одном из кофров была дырка. То есть, то ли не проварено, там, не проклеено. Может быть, как... Не проварено или не проклеено. Может быть, когда сверлили, ну, поднажали слишком сильно и оторвалось. Не знаю. Но вот здесь вот была щель. Я не стал брать, взял второй, который был с витрины. Так что при покупке обращайте внимание. Сейчас я попробую сфокусировать. Штырь. Он там законтрен как-то. То есть, какой-то маленький шплинтик стоит. Который, в общем-то, в любой момент может, наверное, уйти назад. Я сейчас вот камеру погашу, просматриваю повнимательнее. Ну, то есть, такое ощущение, что выступает от плоскости миллиметров на пять, на сантиметр. И чем-то зашплинтован поперек. Ну, а с другой стороны, понятно, что раз она состоит из двух частей, туда с другой стороны не подлезешь и шайбочку не подложишь. Ладно, это я, наверное, излишне придираюсь. Но, чтобы быть объективным, то есть, этот момент нужно иметь в виду, учитывать. Два раза вставил, уже все. И, интересно, они засверливание здесь делали. Делали засверливание вот так вот, вдоль. И, соответственно, дырка получилась, само собой, овальная. Нужно-то сверлить перпендикулярно плоскости. Что, ну, сейчас на компьютере нельзя рассчитать о том, что вот так вот перпендикулярно засверлил и поставил заглушку. То есть, заглушка круглая, но отверстие, чтобы было круглое, нужно перпендикулярно сверлить. А сверлят вот так. И, само собой, оно получается такое вытянутое, продолговатое. Вот. Это косяк. Небольшой, но косячок. Сейчас внутрь заглянем. Внутрь еще не успел заглянуть. В общем, заглушки эти ни о чем. Они не держатся совершенно. То есть, сюда нужно что-то либо там черным силиконовым герметиком заделывать. То есть, что-то придумывать. Придумаю, покажу. Значит, внутрь еще раз. Вот она такая длинная штыренция. Ее хорошо бы немножко вперед туда протолкнуть в том направлении. Потому что вот здесь, как я сказал, торчит. Ну, вот буквально, вот, вот на чуть-чуть, вот на столечко торчит этот штырь. И все. И, судя по длине, с этой стороны точно так же на маленькое расстояние торчит. Вот. Ну, в остальном, с точки зрения, там швов вроде собран нормально, но это покажет практика использования. Вот так он вроде бы достаточно жестко выглядит. Когда вот он закрыт. Кстати, знает кто-нибудь или не знает, в комментах ответьте, напишите, можно ли крепить номера на квадроцикл на кофр. Потому что под кофром, во-первых, он в глубине будет, его плохо видно. И, ну, здесь прям площадка практически совпадает с размером номерного знака. Ну, где-то на форумах читал, что якобы кого-то остановили. И, в общем, что-то пожурили за то, что номер здесь висит. А нужно три отверстия, собственно говоря, делать, да? Под номер. Ну, так бы вот здесь его и видно хорошо. И он не улетит. Я имею в виду, там, ветка или чем-то его не сорвет. То есть, где вот снизу. Все-таки иногда бывает там коряга или чем-то может зацепить. Что меня смущало изначально, когда выбирал. Вот на ГКшном кофре и на Годзиловском там по центру одна идет такая защелка. Но она там металлическая, похоже. И, ну, наверное, надежнее фиксируют. То есть, как на железных там ящиках. Здесь же идут вот такие вот резинки. Вот, ну, бог с ним с этими резинками. Наверное, они там со временем от солнца рассохнутся. Но можно будет что-то придумать. В принципе, на это место можно приделать те же самые защелки, вот эти клипсы. Вот как оно выглядит в открытом состоянии. Вот, но порадовало ужасно вот это вот крепление верхней резинки. Закреплено аж на четыре самореза. То есть, в моем понимании, все-таки здесь должно было быть либо на два винта. С обратной стороны должна быть, наверное, там гаечка и какая-то такая плоская подкладка, чтобы не вырвать. Ну, типа, не шайба, да, а именно какая-то такая площадочка. И вот скручено. Ну, такое как бы решение. Но понятно, что оно быстрее, да. То есть, монтируют, петлю приставляют. Раз, 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 раз. Четыре. Аж четыре самореза на таком пятачке. Я не знаю, отзывов не нашел. Собственно говоря, отчасти вот этим выбор и осложнялся. Потому что почему-то по кофрам нету никаких ни обзоров. Только вот у одного нашел в видео, уже установленный сразу на квадроцикле. Ну, вроде человек ездит нормально и никаких пока нареканий. То есть, ну, такой же был установлен. Так, дальше. На что мы снялись? Вот низ. Низ на заклепочке прикреплен. Сейчас попробуем изнутри подсветить. Вот такие вот шайбочки подставлены. На мой взгляд, это немножко несерьезно. Две такие маленькие крохотные шайбочки. Все-таки это пластик. То есть, он вот, ну, вот он. Немножко гибкий. То есть, наверное, это может, наверное, это может вырваться. То есть, я бы здесь расположил такую площадочку какую-то, металлическую, наверное, побольше. То есть, чтобы на случае, ну, как бы, там, цепляния за что-то, выдергивания, усилие распределялось побольше поверхности. Ну, посмотрим, как оно пойдет. В общем, то есть, есть здесь, что усовершенствовать. Вот о чем я говорил по поводу крышки. Что она составная, да, то есть, из двух частей. Оригинально за концовом, за концовом на петля. Вот так вот. Ну, может, удобно это, не знаю. По поводу самих петель, ну, такие достаточно мощные. Это то, вот она, кстати, о чем я говорил, гуляет, да? Вот она туда-сюда. То есть, вот. Вот я сейчас вдоль камеры. Вот она немножечко пружинит. То есть, пружинит именно стенка. Пружинит не петля, а стенка кофра. Вот закрывается как. Так, резиночки такие, достаточно эластичные. И раз одной рукой в то же время держит плотно. Я поднимаю за край. Никаких намеков на открытие. То есть, они притягивают нормально. Никогда такими не под... Я даже рукой так пытаюсь, да, в щель палец вставить, но у меня не получается вытянуть. То есть, оно нормально. Замочек. Замочек хочется, да, какой-то повесить, чтобы пошел купаться, а чтобы здесь было под замочком. Замочек, наверное, какой-то будет. Замочек, не замочек. Петелка, то есть. Прям, кстати, под нее вот так снизу петелки выпустить. Замочек повесил и... Пусть будет. Так, полезли внутрь. Дальше. Внутри установлен самоклеющийся уплотнитель. Когда я открыл, он вот в местах изгиба, не знаю, то ли неаккуратно был установлен, то ли съехал там в момент транспортировки. То есть, вот этого изгиба не было. Здесь он так вот напрямую съехал. И здесь тоже. Ну, я прям в магазине переклеил. Но для меня было не критично. Если что, куплю такой же или пошире. Вообще, может быть, имеет смысл установить какой-нибудь жигулевский авиавтомобильный уплотнитель на нижнюю часть, чтобы на ней было. Вот шлем для ориентира. Вот он. И так влез. И так пролез. И так. Так что я думаю, если кому нужны именно шлемы, туда прятать. То есть, ну, два-то уж точно войдет. Я не знаю, заявляют, что туда три умещаются. Да, может быть, и три войдет. Сейчас я хочу попробовать снять, как будет выглядеть закрывающаяся крышка изнутри. То есть, насколько плотно попадает уплотнитель. Ну, вроде бы, более-менее уплотнитель попадает. Ну, вот и все. Будут вопросы, задавайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok